Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Сарглана Захарова. Российская пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов не смогли попасть в тройку призеров Олимпиады. После проката произвольной программы сегодня в Хюнчхане жюри присудило им 143,25 балла. Тем самым находившиеся на второй позиции россияне оказались на четвертом месте. Золото досталось представителям Германии Алене Савченко и Брюно Массо. Серебро у китайской пары Суйвенцин и Ханьцун. Бронзу завоевали канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд. Отмечу, что Савченко и Массо с общим результатом в 159,31 балла обновили мировой рекорд. Другой российский дуэт, который шел также на второе место, Наталья Забияко и Александр Энберт на седьмой строчке рейтинга. Кристина Астахова и Алексей Роганов на 12-й. С алтаря на Олимпийский склон фристайлист Семен Денщиков и скелетонистка Ольга Потылицина сыграли свадьбу прямо накануне выезда жениха на Олимпийские игры. Торжество состоялось на Сахалине, сообщает ТАСС. На церемонии бракосочетания присутствовали члены Олимпийской команды России по ски-кроссу. Праздник получился скромным. После официальной части спортсмены посидели в кафе и оттуда новоиспеченному мужу пришлось сразу же вернуться на тренировочную базу. Несмотря на такой важный повод, спортивный режим нарушать нельзя, констатировал Семен Денщиков. «Предложение Ольги я сделал на Новый год, а идея срочно пожениться пришла мне 12 февраля. Оля выступала 14 февраля 2014 года на Олимпийских играх в Сочи и очень сильно расстроилась тем, что заняла там лишь пятое место. Поэтому для нее этот день до сих пор был грустным. Я решил сделать его счастливым». Широко отпраздновать свадьбу Семен и Ольга планируют после игр. Любители бокса порадует новая статистика. Большая половина топ-10 лучших европейских боксеров – русскоговорящие спортсмены. Рейтинг бойцов всех категорий представил британский сайт World Boxing News.net. Во главе списка боксер из Казахстана Геннадий Головкин. За ним идет Василий Ломаченко, третий – Александр Усик. Оба спортсмена представляют Украину. Четвертую позицию занимает британец Энтони Джошуа. Пятую и шестую строку заняли российские боксеры Сергей Ковалев и Мурат Гасеев, соответственно. Якутский футболист дважды забил гол в ворота Турции. Юный спортсмен из поселка Марха Артем Соколов входит в состав юношеской сборной России. В Анталии в рамках тренировочного сбора юноши 2003 года рождения провели две встречи со своими турецкими сверстниками. Артем оформил дубль в ворота противников. Общий исход игры – 3-1 в пользу России. Таким образом, якутянин упрочил свое положение в сборной команде как ключевого игрока. Спортсмен – воспитанник мархинской команды «Пульс». Ему всего 15 лет, но он уже имеет за спиной богатый послужной список. Только за прошлый год он пополнил его победой в первенстве России среди межрегиональных объединений в составе московской сборной. Позже стал обладателем Кубка Российского футбольного союза с командой «Чертанова». Стоит отметить, что Артем Соколов третий год подряд признается лучшим игроком прославленной академии в своем возрасте. В Чертаново выходец из мархи занимается с 2014 года после перехода из якутского «Пульса». Артем Соколов у нас получил вызов сборной России. Сейчас они играли в Турции два матча. В первой игре Артем отдал голевую передачу, то есть достаточно неплохо сыграл в обеих играх. Мы и раньше рассчитывали на него, надеялись, что Артем у нас будет, скажем так, игроком сборной Москвы, что у нас получилось потом игроком сборной России. Теперь надеемся, что он станет будущим профессиональным футболистом. «Алмаз Алроса» уверенно вышел на первую строчку турнирной таблицы первенства России. На прошлых выходных мирнинские футболисты встретились с московской командой КПРФ-2. Победа в этом матче для мирнинцев была важна с тактической и психологической точек зрения. Ведь в первом круге они уступили коммунистам, и вторая неудача могла для них серьезно усложнить борьбу за чемпионство. Как сегодня обстоят дела у команды, смотрите в материале наших корреспондентов. Четыре игры с главными соперниками и ни одного проигрыша. Мирнинский клуб «Алмаз Алроса» с начала января проводил матчи со своими основными конкурентами в борьбе за звание чемпионов. И сегодня «Алмазовцы» уверенно лидируют в турнирной таблице. Хотелось бы, конечно, до конца чемпионата сохранить это место. У нас ближайшие две игры в Казани, потом игра с Рязанью. В принципе, непростые игры, выездные и тяжелые, потому что те команды борются за четвертую путевку, чтобы попасть в финал. К сожалению, нервнинцев преследует череда травм. На последнем матче команда не смогла рассчитывать сразу на нескольких своих игроков. В последнем матче играли, у нас было трое травмированных с КПРФ. Матч начинался тяжело, мы начали проигрывать 2-0. Но потом все стало хорошо, мы сравняли счет и вышли вперед, и выиграли матч, довели до конца. До конца первенства России по мини-футболу осталось два месяца. Сейчас перед футболистами «Алмаза» Алроса стоит лишь одна задача – безоговорочная победа. «Осталось не так много игры, но они тоже будут непростыми, особенно в Казань сейчас будет выезд у нас с Ядраном. Но думаю, что должны остаться на первом месте, должны бороться и побеждать регулярный чемпионат, выходить в плей-офф с первого места». Сейчас мирнинские футболисты готовятся к выездным играм. А в марте болельщики «Алмаза» Алроса увидят любимую команду на домашней площадке. 10 марта любители мини-футбола ждет якутское дерби. Во дворце спорта «Кимберлит» алмазовцы выйдут на паркет с якутской зарей. Анна Винокурова и Леса Сухин, телеканал «Алмазный край». В спорткомплексе «Дахсун» завершилось первенство Республики по стрельбе из лука. Всего в двух возрастных категориях принял участие 151 спортсмен из 15 улусов и города Якутска. Сегодня в финал пробили сборные команды из Якутска, Хангаласского, Мегина-Кангаласского, Горного и Сунтарского улусов. Среди 2004-2006 годов рождения будет сформирована сборная команда Республики к участию на международных спортивных играх «Дети Азии» в 2020 году в Монголии. У меня иногда были такие мысли, как бы, если я займу второе место, то он говорит, вообще об этом не думай, ты должна думать только о технике и о том, чтобы прийти в финал. Сначала было немного сложно, потому что у меня прицел как-то колебался немножко. И есть ошибки, которые я во время стрельбы часто забываю, и из-за этого у меня неправильный иногда выстрел случается. Это были новости спорта. Всего доброго!